Возрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию. Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть света, что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому – они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь – наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова – это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам, но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру. Иисус ответил, если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое. Вот как Я явлю Себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли это мысль? Это просто захватывает Мой Дух. Бог Отец, Бог Сын хотел поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Слово Божье Слово Божье.